Допустим, когда идет какое-то движение, вот мы вкладываем, вот здесь вот, смотрим, возложение, как это получилось. Вот вот река, силовой же электрикой, и река, 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 и река. Потом, когда мы работаем, нужно заплатывать это. То есть мысленно раз, поднимем поверхность, и срок. То есть, как будто бы заплатил у нас, и правильно. Теперь я могу заплатить его для нас, и ввести сюда, сюда, и вот, и сюда. Каким образом я? А, КМБ. И взял подставание векторов, оттажив полностью твою защиту, и управляю твою защиту. Опять-таки, для того, чтобы выйти на петлю технику, и все-таки, вылезли на направлении, и так нам пошли. То есть, наши движения должны соответствовать на направлении векторов. Раз, две, дал, дай. Потом, дай, дай, дай. Крови, то, дай, 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 дай. Потом, нахожу туда, дай, 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 дай. Вот, саживаю. Ага. Раз, вот, туда. Мне такой, вот это, своим локтом, при лёгкой внимании. Мы их соединяем, вот это, вот это, с вами. Когда они направлены в одну сторону, вот эту, по верху, по другую сторону. То есть, я ничего нигде не нарушил. То есть, я могу раз, и сюда повести. И ты пойдёшь вниз, и уже сверху начну свою работу. Поэтому, когда работаем, я могу сразу вот эту руку. Раз, повести, вот сюда. И потом, стремится соединиться. Так, смотри. Поэтому, хотя мы не можем брать обувь сюда, поэтому будет вот работа, и за работу. То же самое, когда идёт палка. Мы смотрим. Да? Вот, допустим, мы идём. Мы смотрим расположение второй. Вот он один вектор. И, вот, второй вектор. И, вот, по этому вектору я уже иду вверх. То есть, по одному я сработаю. Прям вниз. Раз. Таким образом, я не нарушая твоих векторов, могу пойти в твою защиту. Если же у тебя некоторый идёт, скажи так. Вот он идёт. Сюда. Вот. Сначала внизу, а потом идёт отсюда. Если я начну, скажем так, его куда-то туда увыкнуть, то, видишь, идёт нарушение. Ты начинаешь тоже сопротивляться. Поэтому я должен прям пойти по нему. Тогда нарушений никаких нет, и я спокойно могу обходить, скажем так, все твои степени защиты, которые ты выстроил. То есть, по вектору я могу идти... Ну, сразу определяю. Раз. Туда. И просто чуть-чуть туда. И потом его осветляю. Нужно мне нахормить. Туда, пожалуйста. По себе. А, В. И дорабатываю. То есть, всегда тот вектор, и этот вектор, и весь вектор. Это просто нарушение. Дорожник ведёт. Представлял, почему это происходит. Просто, когда мы идём по векторам, мы обходимся защиту противника. Причём, он тоже начинает идти. Смотри, устроен таким образом. Вот, допустим, вот у тебя, да? Вот он вектор. И вот он. Я вот по этому вектору пошёл. Как на полку. Вот он. Вот ты вылил вот так. Вот. Я могу пойти по этому вектору туда. Вот это я нарушу это. Видишь? Поэтому я пошёл по этому вектору. И потом, потом. Таким образом, это для того, чтобы на тренировках вы как задачку ставили своему уму. Потом, естественно, вы её уже не отслеживаете. Но, зная, как расположены вектора у человека во время атаки, вы сразу выстраиваете это движение таким образом, и потом их уже не отслеживать. Естественно. Но, вы должны так и отслеживать и сразу их нарабатывать. чтобы всё больше нужно, чтобы всё будет. Любовь. То есть, я провёл... Просто я могу своё внимание, своё руку и что-то ещё. Таким образом, я... Вот опять вопрос о присоединении. Присоединяться, я должен полностью присоединиться к твоим векторам. Поэтому, когда стоит вопрос о присоединении, я должен обязательно этот вопрос возникнуть. Раз, десять, просоединяйся. В правой руке можешь не только правой выявить? Да, я могу в любой руке. Вот она у тебя столько раз присоединяется, ты загадай. То есть, присоединяясь, видишь, я полностью ввожу правую руку. Ну всё, ты уже упошь. Но я обязательно должен пройти вот по этой руке. Ты очень мешаешь отсюда заходишь? Да, я просто вот отдаю, когда я вниманием раз, то есть у меня внимание это идёт отсюда, рукой я просто уже дальше присоединяюсь я вот в этот момент сразу сюда. Т.е. вот этот вот диагональ сразу выстраивается, и раз ты сидишь и задолбиваешься. Т.е. кроме того, что вот эти все движения там, которые мы здесь тоже необходимы обязательно, естественно, на работе там и так далее, он ещё и управляет сознание противника. И управляем он в том случае, если мы не нарушаем его вектора. А его вектора, или его вектора золотого сечения не нарушаем. Это в данном случае вот руки, ноги, тело там и так далее. Допустим, я идёт атака, да, я здесь вошёл, вот, где у тебя вектора? Вот один, вот второй, вот третий. Я могу из них выбрать любовь. Туда, куда будет направлено моё сознание, я по этим векторам и буду работать. Т.е. какие будут ближе от меня, допустим, раз, так вот, твоя мать видишь. Какие мне удобно, да, и так далее. Т.е. я просто смотрю, что в результате, вот сюда я пошёл, что мне нужно, понимаешь? Таким образом я полностью управляю твоим сознанием и полностью управляю, скажем так, так вот. Вот этот момент очень важно. Допустим, раз, вот туда, раз, сюда, один. Т.е. я не за счёт физических каких-то быстрых движений и так далее. Как только я увёл, скажем так, возможность поражения, я уже могу легко работать своими руками. Т.е. в тот же самый момент присоединения. Да, вот ты идёшь, ну, вот, вот она, да, видишь. Я его могу раз сюда выйти, и вот он вот здесь. У меня спокойно присоединяется, спокойно. Здесь он, конечно, не спокойно. У него будет обратиться. Да. В этом вот этот момент нужно сразу посмотреть. Вот, по этому вектору допустим. И сейчас ты не равняешься много лишний раз. Вот. Вот, две, видишь? И вот отсюда. Теперь вот тот вектор направлены две раз по нему. Ты не можешь удержаться просто. Потому что вот эти вектора тебя просто сами прокидывают. Поэтому вот эти моменты, они очень интересные. Опять, если я вхожу раз сюда. Вот, поверьте. Вот, поверьте. Вот, поверьте. Ты скажу. Это вот борьба без борьбы, да? Так сказать. Вот эти вот моменты, их нужно, опять, для того, чтобы они работали, вы должны уметь переносить сознание в кисть, наверное, да. В эту кисть, в эту кисть. И все должно присутствовать. В театре. То есть мое сознание должно по телу прям быстро переходить. Какие упражнения поступаются? Вот, первое, простое упражнение, когда перебрасывается. Раз, движется. Оп, оно в эти руки. Я перебросил, оно принимает, как чашечка. Сюда. И оно прямо здесь у меня. Я должен чувствовать. Раз, перебросил. Оп, чувствую здесь. Здесь должно расслабиться. Здесь, да. То есть здесь ощущение не должно оставаться. То есть я сделал ощущение, раз, расслабил. Теперь я вот здесь прямо почувствовал. Как будто пружинка сжал. Потом раз, передал, да. Вот и упражнение я прямо перебрасываю. Опять с ноги на ногу, чтобы руки не напрягались, иначе ты не будешь чувствовать кисть. Не будешь ощущать. Ну вот, начинаешь вот тут. Можно снизу дверь, там перебрасывать. Какие могут. Перебрасывать сюда и так далее. Вот. Можно раз в ногу, и ты прям полностью должен ощутить, как по ноге потянуть. Вот. Том. Том. С ноги, допустим, я подобрал, перебрасывал в эту ногу. Пам в ту ногу. Ты должен теперь, посмотрев, что стою на этой ноге, иммуно ощущать твою ногу. Таким образом, я научил свои ощущения управлять твоим сознанием. Допустим, здесь раз, да? А я говорю, ну, опу, да? И тебя уже по-гругому выбрал из обновеса. Вот эти вот упражнения, когда мы руки на руку перебрасываем, перебрасываем ногой, допустим, раз подкинуть, передали, да? Вот, просим, взянет оттуда. Ну, как, по мячику, да? То есть сознание, оно должно играть вот в кофне. Ну, даже по началу, наверное, для ощущений. Вот. 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 Вот так, вот. Построить влажнение, да? Должен. Также. Укрепить эти ощущения. Только я не просто его ловлю, а вот ощущения. Вот. Вот, всё. Поймал, допустим. Вот. И когда бросали, Расставляешь и упросту? Да, поборота выпрямляю, а потом ловлю. То есть, принимать можно и расслабляться. Тут же чувствовать ощущение. То есть, работа, если я принимаю и не расслабляю, то она отбивается, видишь? Потом раз, потом там. Принимаем, расслабляем ловку. Чтобы прилетать. Тут все же упражнения нарабатываются. Естественно, это все. Здравствуйте. И как мы вчера с вами это же делали, Когда бросали, Принял, бросаешь. Нет. Я принимаю. Бросаешь. То есть, когда бросали, да? Принимаем, бросаем. Спасибо. Руки. Так. 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 Теперь я не принял, что надо бросать. Принял, как я про бросил. Вот такая. Я тебя принимаю, я тебя в какой цехе. Опять, ты так и не можешь. Вот эти вот навыки по скидкову, скажем так, они очень могут пригодиться. Там, получается, эти принципы работы. Да, я когда принимаю вещь, обязательно на другую руку. Обязательно на себя, на другую руку, видишь? Оп! На себе потом обрабатывать. И вот это упражнение можно работать в двойке, но можно для того, чтобы неожиданно сидеть в работу. Или работать в двойке, но с перемещением. То есть я когда тебя бросил, перемещаюсь, ты не бросаешь, перемещаешься. Ты перемещаешься. Таким образом, скорость может быть очень хорошая. При этих движениях. Вот как раз все эффекты спонтанности и неожиданности работаются на печи. То есть самое главное, чтобы на работе с лохом. с лохом. Ну вот, возвращаемся. Ну вот, возвращаемся. Ну вот, если мы попробуем. Сейчас чуть-чуть туда отопили, и на коже я был. Прям мысленно по моему объекту. Ну, шея за руку, шея за руку. Главное, чтобы твоя. Не важно, какой мысли ты, ты какой рукой, да? Спасибо. Спасибо.